Право на одну клеточку и замерла. Что такое мел, доска и парта, дошкольники узнают на своих первых уроках в московских школах. Здесь по традиции проходят февральские дни открытых дверей. Родители впервые ведут своих детей в школы. Учителя сажают их за парты и проводят экскурсии по школьным этажам. С папами и мамами педагоги беседуют в соседних классах об основах дошкольной подготовки. Мы приглашаем на собеседование с родителями психолога, логопеда, медсестру, которые тоже рассказывают и отвечают на вопросы родителей. В этом году Татьяна Калашникова поведет внучку Настю в первый класс. Семья хочет найти для ребенка такую школу, в которой девочке будет комфортно. Ведь я бабушка, и поэтому хотелось бы, чтобы это было такое более открытое, более доброе отношение к ребенку, для которого еще школа – это совершенно новая сфера и новая сфера общения. Получасовое занятие с детьми помогает преподавателям определить, готов ли ребенок к обучению в школе. Получилось ли у дошкольника высидеть за партой, внимательно выслушать, а может быть, ответить на вопрос. Педагоги оценивают каждого ученика в классе. Я, например, задавала вопросы, какие предметы ребята положат с собой в портфель 1 сентября, когда придут первый класс. Интересно было наблюдать, как некоторые ребята собрались брать с собой игрушки. Маленькие дети, понятно. Школьные психологи уверяют, не обязательно ребенку уметь читать и писать еще в детском саду. Гораздо важнее развить в будущем ученике познавательные процессы – внимание, память и восприятие. Именно на них будут опираться учителя в процессе обучения. НТД Москва, Россия.